Поболее все нормально? Ну да, есть. По ночам не дает крутиться. Несколько лет назад врачи выявили у Владимира Ефимова онкологию. Мужчина уже дважды прошел курс химиотерапии, но продолжает бороться и верить в лучшее. Однако коварная болезнь не отступает. Не теряя надежды, Владимир решил обратиться за помощью в хоспис. Пришел, конечно, я не коголь, со своим кислородом. Но тут начали оказываться лечения. Сейчас аппетита не было никакого. Сейчас я кушаю. Нужно даже поправляться маленько начал. На щечки. Хорошо сейчас более-менее, чем когда поступил. Когда становится плохо, одиноко или просто нужен совет, пациенты и их родственники звонят Татьяне Парфеновой. Она работает медицинским психологом уже больше 25 лет. Признается, ее телефон доступен в любое время суток. А историю болезни каждого специалист знает наизусть. И когда ты находишься с человеком вот здесь и сейчас, когда я понимаю, что соприкасаясь с чужой болью, я не могу оставаться белым чистым листом, что это все равно меня касается. И да, я могу поплакать, потому что меня это касается. То есть быть честной в том, что я чувствую, как я это проявляю, что я при этом говорю. Социальный проект Самарского хосписа стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Теперь больше специалистов смогут получить навыки обращения с тяжелобольными не только на семинарах, но и у коек пациентов. Хоспис – это дом. Все должны знать всех. И это отдельно стоящее здание обязательно, потому что если это лечебное учреждение, то это другой дух, и это малоэтажное здание, чтобы пациенты могли спокойно гулять, выходить вместе с близкими. В ближайшие годы в Самарской области планируется строительство нового палеотивного центра для взрослых. Такое решение озвучил глава региона Вячеслав Федорищев. Здание будет рассчитано на 25-30 мест. Ксения Баканова, Константин Головин. События.